Вышел или как вышел? Причина какая? Смена места жительства Ну как ты сюда приезжаешь, смена места жительства Виталий в том же месте живет и Виталий члена вообще-то нет Нет, подожди, что значит приезжаете? Ну как приезжаете? Я здесь в каждом доме внес свою лепту Каждый дом я строил, я строил церковь Да сейчас не о церкви говорится А в чём? А в отношении к общине Выбыл Ну выбыл, почему выбыл? Вот у нас сейчас есть люди, которые член общины Нет, давай тебе конкретно Я объясню тебе По существу лишних слов не надо Члены общины, смотри, Тогул Находится она в Тогуле, это вон где Находится в Тальменке И они члены общины Они приезжают, почему? Потому что они здесь причащаются Они приезжают раз в год, но они члены общины По конкретному Я тебе объяснял По конкретному вопросу, пожалуйста Я тебе поясняю, на твоем вопросу сказал Я выбыл, я тебе объясняю В Темиртау у нас есть Приезжает Свердловск, они члены общины Так, дальше что? Вот об этом я спрашиваю Ты не член общины, почему? Потому что я в другую общину хожу А, в какую общину? Вот отец Виталий Ну это вопрос другой Я просто не знал Я хотел его узнать, а что так агрессивно сразу Я выбыл место Я спрашиваю, где ты ходишь, где ты бываешь Вопросы ты оттуда ходишь Выбыл по месту жительства Сменил место жительства У них еще нет Все, вопрос снят Если ты член общины Тогда разговаривай как член общины А не член общины Мне там и дела мало За тебя отвечает другой Другой отвечает Да, да, да А раз другой отвечает Значит он отвечает не перед прокурором Он отвечает перед Богом Почему священники Большая часть священников Вот 10 человек Минимум 6 будет в аду И он зато узнает Почему? Потому что он за каждую овцу отвечает И ты говоришь Если одна овечка погибнет По твоей небрежности Священник Тебе всей жизни не хватит Рассчитаться за нее А их миллионы гибнет Виталий он своих знает То другое Ну вот он за это отвечает Да, да Мы Там такая же община Как здесь Поэтому мы об этом разговариваем Там все нормально Вот как Есть такой один вопрос Да Который прямо касается Это вопрос о десятиле Ты Библию читаешь? Да, читаю Ты веришь всему написанному там? Конечно 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 Так вот мы Сейчас Володя возьмем Чтобы у него это написано Все Бумага Отдала Господь говорит Вы обкрадываете меня То есть ты вор Если не плачешь десятину Не у человека А у Бога Как я у Бога то не брал Он дал Бог Он приложил К 90 рублям десятку Чтобы я ей потом отдал Нет, ко мне какое отношение? Я рассказываю вообще о десятинах Знаю я уже 20 лет верующих Я говорю сейчас не о просто вере А о том что люди не знают Что такое благословение и проклятие Господь говорит Проклятием вы прокляты Весь народ Что не платите десятинах Все ясно А люди сплашают А как мы обкрадываем Там прям текстом идет Господь говорит Приношение десятинах Но никто же не обкрадывает Я тебе сейчас объясняю А зачем мне объяснять Я все знаю Ты понимаешь Каждое слово ты показываешь Что верующий так не отвечает Он говорит Хорошо Бог сказал я принимаю Зачем? Какое отношение? Ну ничего нового нету Все то же самое Ну хорошо Но дело в том что Сто процентов не платят Сто процентов И Бог говорит Вы обкрадываете меня Кто не платит Покажите мне Весь Израиль Еще раз говорю Почему мне говорите Кто не платит? Да все что в Библии написано К нам написано Вы платите? Обязательно Я плачу не одно десятинах Я девять десятин Пятьдесят лет плачу Девять Из ста заработанных рублей Девяносто отдаю Каждый день Пятьдесят Я триста А у меня информация что у вас Не пять триста А миллионы лежат Ну понимать Это информация Потому что Вы вот с этих миллионов ходите? Я говорю К холжецу лошадь налипает А ну понятно То есть это не так да? Конечно нет У меня кроме пенсии Ни рубля нет ниоткуда Вот он приезжает Игорь Молоко сует Все сказали нет Я не могу молоко взять Как сказали? Вот сами ребята живут Они покупают Я у них не беру Молока надо ко мне приезжать Не надо Я приезжать за молоком приеду Я говорю что я не Вам привезти я могу привезти молока Женя Лично вам Ты обожди не верничай Что я Посредством протягиваю ножки У меня нет рыбы Я ее не покупаю Рыбы надо Привезу рыбу вам Да не надо Ты просто послушай Весь Израиль Давайте так Конкретно Вот вы перечисляйте Библию Конкретно Что дальше? Конкретно Весь Израиль не знал даже Господь говорит Вы обкрадываете И весь Израиль Но кто обкрадывает? Израиль весь Прималахи И люди спрашивают Чем мы обкрадываем по тексту Он говорит Господь говорит И никто из них даже не знал этого Вы проклятим проклятым У тебя дети будут все неверующие Тебя будет везде убыток На тебя война пойдет Тебя корова сдох Не дай Бог Не дай Бог Но Господь говорит Не надо Не надо Не надо Сегодня воскресенье Не надо Не надо Сегодня воскресенье Платишь Нельзя Если ты не платишь То же самое Что вы мне говорили 15 лет назад Ты не принимай это все А кто сказал А кто сказал А я говорю то что вы говорили Вы мне говорили 15 лет назад И сейчас говорите Я тебе про это и говорю Хотя я уже не член общины Да не важно член общины Ты на будущее К отцу Виталию сразу подойди и скажи Батюшка Вот от меня десятина От нас приехала Марина Коим Сиди И там пришла к батюшке И говорит Вот я десятина А он не знает что такое десятина Он не берет почему Потому что с торговлей Это ему больше набегает Это мошенство одно Торговля запрещена Богом Господь порол и выгонял А десятина это Божья Она не наша И люди не знают это Приходится объяснять сегодня людям В храме сколько платят Вот допустим Покровский собор 20 тысяч прихожан Ни один не платит Заметь Ты говоришь кто Ни один Господь говорит Все вы повинны И ты видишь вора Сходишься с ним С прелюбодейми Сообщаешься Или же там ты Шашлыками стоите В интернете Сашу обнимаете К нему прикасаться нельзя Внушайся одеждой его Юритик Человек развратитель И ты стоишь там С Женей обнимаетесь А вы прикасаетесь Не прикасаетесь Подождите Вопрос А вы прикасаетесь к его жене Вы с ней причащаетесь с одной чашкой А жена и муж это одно тело Тогда как Я тебе сказал Неувязочка получается Ну ты ездишь специально туда А никакой неувязочки Жена не связана с мужем Человек Покаялся Его Бог простил Он еретик Покаялся Он еретик Дело не ходит Ваши слова какие были Еретики вперед Неудача А православные А православные В аду будут гореть Перестань Ну ты с Мишей ездишь туда Куда? На шашлыки Нет Озеро Ну фотографию Как нет Обнимаетесь Миша В интернете Вы понимаете В интернете Вы понимаете Интернет Вам Мозги съел Да это фотография ваша Закройте компьютер И выбросите его из дома Я вам советую Чтобы вы в царство небесное Чтобы вы в царство небесное попали Ты не можешь советовать Твои фотографии Стоят на весь мир Я вам скажу Выбросите компьютер из дома Зачем выставили? Телевизор Компьютер Выбросите из дома Иначе Не спасетесь Миша Ты в интернете работал? Я вам говорю Да ты ничего не знаешь Не работал и не буду работать Да у тебя ничего нет Выставили Потому что для души это вредно Есть Библия Книга Туда смотрите почаще Да в интернете все Интернет Закройте Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Постоянно Все его проповеди Он стоит и выступает в храме Закройте Все храмы Все выставлены Ты отстал примерно 500 лет от жизни Смотрите По поводу патриархи Кирилла Почему церкви не поминаете Кирилла? Я говорю это Потому что к зарубежным относятся Его не надо поминать здесь Нужно поминать Ну поминай Я поминаю И буду поминать Он в интернете Поминай пожалуйста Я поминал и патриарха И владыку И в храме ходишь Почему Илларион и поминают Только что поминали Слава Богу Сначала не поминали Потом поминали Да сегодня только Да только сегодня поминали А другие никогда не поминали Так как же в прошлом году приезжали Когда священники Позапрошлым И здесь у нас молились Слава Богу Хорошо Речь идет о том Что у церкви существует иерархия И когда акт Каноническому признанию пришел Тогда стали поминать Те которые общины вошли Надо поминать А мы не вошли Надо поминать Но ты не отвлекайся от этого Если ты там находишься у Виталия Ты к нему подойди и скажи Я не хочу быть проклятым Вот моя десятина Вот моя десятина А в новом завете Добровольная жертва Женя Мы уже договорились Добровольная жертва К ногам положили все имение Я не сказала вам причину Почему я в кассу кладу Я вам не считаю Никогда в кассе не было по 700 рублей Ни разу не было обман Не платила Ты это сказала В кассу ложила Примазала просто Ты не ложила туда десятину Я там не была Я вам скажу Которая вскрывает кассу Я сегодня спросил там было Были Да никогда таких денег не было Я вам скажу причину Я вам не сказала Причина одна Жадность Неумерная жадность Это богопротивность Вы проклятие на себя насылаете Как хотите меня называть Женя Вчера мы договорились Как хотите А Бог знает Бог знает С тобой Вчера мы договорились Благословились и помолились Ты даже назад пятишься Сатана опять тащит туда Я хочу вам сказать Причину почему Я кладу сокровищницу Я хочу Да ты не ложишь туда Вот в чем дело Ты сегодня я узнал Ты не ложила Ты обманна туда Вроде я положила Чтобы ты могла положить Вместо 700 рублей 7 рублей Вот почему Ты никогда десятину не ложила Ни разу И все эти годы Ты просто воровала у бога Я тебе сказал Это опасно смертельно Пусть я воровка Называйте меня как хотите Не я называю А бог знает Это бог Это бог Вы назвали воровкой А бог знает Бог знает Вы назвали воровкой Называйте как хотите А про бога я правовала Пошли Пойдите Вы назвали лично Вот представители Сегодня воскресный день Нельзя такие речи вести Я тебе сказал, ты больше... А вообще, братья, вот смотрите, теперь живи как хочешь. Мать-вдова, я думаю, что можно было бы ей вообще бы не платить, но она платит. Она вдова, ей никто здесь не помогает, она живет одна. Там написано написание. А где ты? А ты где? А он мне помогает. Я помогаю. А когда я, знаете, тихо-то запросила помощь, я говорю, от десятины можно ее освободить, братья. Сделайте совет. Посоветуйтесь. Платит, это мирское вообще слово. Это Божье. Ну даем, даем, даем. Миша, ты как Господь говоришь. Кто может Божье законное слово? Я о чем толкуешься? Ты, значит, не платил все эти годы. А мы просто проводники были Божьи. Говорим, что Господь говорит. И понимаете, не надо в словах грешить. Не надо. Вы не знаете помышления. Ну как ты можешь сейчас сказать? Вы не знаете помышление людское. Что в сердце? Вы хотели бы знать. Мы только о десятины говорили. Вы хотели бы знать, но вам Бог это не дает. Да это не должно знать. Вот. Да, не должно знать. Потому что это тайна. Миша, ты в священном Писании сказал веришь. И Писание говорит, это Божье. А нельзя ли сделать, что не платить? Как я могу, если Бог сделал? Хорошо. В Новом Завете это есть? В Новом Завете написано, все, продавали имение к ногам апостолов пложения. Они жили одной семьей, а мы жили разными семьей. Понятно. А мы жили один, а один занимает пложение. Ты почему против десятины-то сейчас воюешься? Я не против. Ну не против платить. Я хочу, чтобы она была для Бога. Да, Господи, я раба Господь. Для Бога, чтобы она была. Для Бога, чтобы она была. А здесь мрак. Мы не знаем, десятина идет для Бога или нет. Да ты поменьше с Гарри, вас жалость не было. Ты пропитан этой ложью. Она весь дом разгротилась сегодня. Сколько говорили, два, даже больше года. Дети гнобят отца. Не общайтесь с ним, это вредно. Я пришел с ними, бесел, посмотри, что они делают-то. Это самому лютому врагу не пожелаешь, что она сделала с детьми. Сегодня приходит, крестиков нет на детях. Все посодрала. И ты ходишь там, прогнил уже там все. А в обслужении вчера не было никого. У тебя понятия от церкви никакого не вчера. Отдыхают они. Как так получается? На службу не пойду, играться буду. Но это же все... Вы тоже общаетесь, Виктор Николаевич, с ними общаетесь. Я общаюсь, но я ее обличаю. Последний раз я ей сказал. А если просто вести дружбу, вы просто как проказы... А вы по-земному, по-земному, она мне рассаду дает, я ей это все. Да не рассаде дело-то, ты пропитана всем этим, что у ней есть. Этот весь этот безумный маразм. Здесь как-то, знаете, незаметно. Против отца травить детей, это какая семья будет? Это дом разведился сам себе. Это неправильно. Корень зла, выголи. Тебе рассуждать. Выголи. Игорь глава-то, вы не имеете права обсуждать его. Дело в том, что я не осуждаю. Но я говорю, что корень зла, выголи. Но я не говорю, что это точно. Может быть, я ошибаюсь. И вот она возьмет сейчас. Галя, жена его будет похожа на Галя. Он завтра из дома сбежит. Что ты хочешь, хочешь. Почему ты говоришь, слова на него проклятие называешь? Навязываешь. Вот, брат, если не знаешь, в городе там Женя Клеменов, да? К нему Саша приходил. Вот такой момент просто. Саша приходил или к кому? Или к Гавриилу. Чтобы, говорит, разрушить сайт. Через сайт форум. Форум, форум. Столько людей приходит. И сектантов в православие обращаются. Я сам. Понимает в крещение, в патриархии сектантам. Понимаешь, как благословенно. Он говорит, разрушить форум. 15 тысяч дают, только уничтожить. Так это дьявольство программу выполняет. Я когда-то услышал, я уже слышал. Гавриил, у нас говорится, это записано на лидер. Ты говоришь? Вам молитву.